МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день зарегистрировано 2090 человек. Забываемостью ОРВИ. В Ангарске превышенный ПИД-порог. В поликлиниках растут очереди, а группы в детских садах закрываются. Вращалась к губернатору, чтобы почистили нам улицу. Побежали весенние воды. Первым в городе утонул микрорайон Северный. Я был радиотелеграфистом, но в против этой профессии дефицитная. И романтика профессии об испытаниях первой подводной лодки рассказывает ангарчанин Александр Серов. Здравствуйте на телеканале Актис. С новостями. С основными событиями дня вас познакомлю я, Евгения Шильникова, и мои коллеги. В Ангарске превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю перед вирусами не устояли более двух тысяч горожан. Среди них и взрослые, и дети. С подробностями моя коллега Мария Константинова. Все дороги ведут в поликлинику. Ранним утром возле регистратуры Первой городской настоящий аншлаг. Не протолкнуться и у кабинета неотложной помощи. На этой неделе количество заболевших остро-респираторными инфекциями превысило эпидемиологический порог. На сегодняшний день зарегистрировано 2090 человек с заболеваемостью ОРВИ. Это выше на 8% эпидемиологического порога. Заболеваемость в основном регистрируется среди взрослого населения, среди детей до 14 лет и возрастной категории детей от 0 до 2 лет. В настоящее время закрыто 7 групп в 4 учреждениях. Ситуация в городской детской больнице, как утверждают медики, стабильная. По вторникам в поликлинике день здорового ребенка. Все педиатры заняты осмотром грудных малышей. Потоки больных и здоровых пациентов разделены. На этой неделе с жалобами на самочувствие обратились 1350 ребятишек. На прошлой заболевших было на 20 человек меньше. В сегодняшний день в нас в городе зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая гриппа у детей. Один случай – это группа B, а второй – H3N2. И у нас тоже в больнице имеются экспресс-тесты на грипп. И если врач видит, что ребенок с клиникой похожий на грипп, мы проводим экспресс-диагностику гриппа. Но на данный момент у нас не выявлено случай гриппа. В группе риска – непривитые пациенты. Однако способ защиты от вируса вскоре появится и для тех, кто не верит в вакцины. Прорыв в фармацевтике совершили ученые областного института РАН, создав вещество, которое может уберечь организм. Результаты экспериментов, проводимых на мышах, показали, что препарат не токсичен, а значит безопасен для животных и людей. Восемь раз мы добивались успеха уже. То есть восемь препаратов были выведены на рынок за эти 60 лет. И сейчас есть разработки, которые в перспективе могут быть реализованы. Это не единственное. Возможно, скоро в аптеках страны появятся лекарства, изобретенные иркутскими химиками. А пока в целях профилактики медики рекомендуют ангарчанам соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения, а на массовых мероприятиях использовать маски. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. Микрорайон «Северный» тонет. С жалобами в редакцию обратились его жители. Скопившийся за зиму снег растаял и добавил местному населению новых проблем. Подробности в сюжете далее. Утром сейчас еще все подмерзшие, можно пройти или проехать. То днем это сделать просто невозможно. Это видео в редакцию прислали наши телезрители. Утром, уходя на работу, они рискуют поскользнуться и получить травмы. А вот так выглядит улица Покрышкина днем. Глубина лужи примерно по колено. По дороге регулярно ездят экипажи скорой помощи, ведь рядом находятся медицинские учреждения. К слову, топит микрорайон каждую весну. Но зимой я обращалась к губернатору, чтобы почистили нам улицу. На что ответа долго не было. Приехал трактор, просто сдвинул снег по бокам и уехал. Елена Акуленко каждое утро ездит по этой улице на работу. Своим письмом с просьбами решить проблемы родного района давно потеряла счет. Улица эта не освещается, не отсыпается, не убирается. Вообще микрорайон Северный в запущенном состоянии. Там должен хотя бы как минимум пройтись грейдер. Все это убрать по сторонам или что, я не знаю. Ну что-то же надо делать. Там население почти около тысячи дворов. Около тысячи дворов. Это не маленький поселок. Там достаточно много народу живет. Управление ЖКХ сегодня отправило в Северный спецтехнику. Бригада рабочих привела в порядок улицу Сергея Лозо. К Покрышкина приступят только в среду. На подтопление сейчас жалуются жители разных районов города. Причина – не убранный подрядчиками снег. Евгения Шильникова, Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время. В нашу редакцию от ангарчан поступают десятки фото и видео тонущих дворов, проездов и скользких дорожек. Управляющие компании далеко не везде своевременно очищают территорию. Не беспокоятся за безопасности владельцы некоторых магазинов. Этот ролик сняли прохожие в 13 микрорайоне. Безответственность может усложнить отношения с законом. В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организации учреждений, независимо от форм собственности. Жалобы от ангарчан поступают и в окружную администрацию. В четверг сотрудники мэрии отправятся в рейд по самым проблемным местам. Фонду капремонта Иркутской области требуется новый директор. Конкурс на замещение вакантной должности объявило Министерство жилищной политики. Напомним, предыдущий руководитель Денис Быков ушел с поста в феврале. Его работа была признана недостаточно эффективной, как и его предшественника. На счетах фонда скопилось 4 миллиарда рублей. Деньги, собранные жителей, легли мертвым грузом. Осваивать их придется уже новому руководителю, который, согласно требованиям, должен обладать профессиональным опытом, не быть судимым и не состоять на учете у нарколога. Кандидата ждет экзамен и собеседование. Контракт будет заключен на три года с испытательным сроком 6 месяцев. Размер зарплаты не сообщается. Память сотрудников УВД, погибших при исполнении, почтят в Ангарске в пятницу 23 марта. План мероприятий, посвященный скорбной дате, обсудили сегодня на оргкомитете в здании администрации округа. Траурный митинг состоится у памятника в 95 квартале. Сегодня на прилегающей к мемориалу территории идет масштабная уборка. С 13 перекрытия дорожного движения по улице Горького до 14.40, это до окончания мероприятия. С 13.30 прибытия и расстановка личного состава, участвующих в проведении митинга, и доставка семей погибших. Как мы уже говорили, семьи прибывают, командиры подразделений, ответственные кураторы за работу с семьями погибших, доставляют семьи погибших памятник к мемориалу. Дата 23 марта выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1996 году, в Чеченской республике, ангарский отряд милиции особого назначения понес первые потери. Всего на мемориальной доске 86 фамилий людей, погибших при исполнении служебного долга. Долгожители Иркутской области к своим юбилеям смогут получать денежные выплаты из бюджета. Такое поручение региональному правительству дал губернатор Сергей Левченко. Если после всех расчетов решение будет принято, то к 90-летию сибиряки вместе с поздравительной открыткой будут получать 10 тысяч рублей, к 95-летию – 12, а к 100-му юбилею – 15 тысяч рублей. Всего при ангаре зарегистрировано около 3,5 тысяч долгожителей. Дополнительная поддержка предусмотрена и для тружеников тыла. С 1 июля им будет выплачиваться по тысячу рублей ежемесячно. День подводного флота отмечается на этой неделе в России. А летом исполнится ровно 60 лет спуска первой атомной лодки в Советском Союзе. На легендарном судне служил и наш земляк Александр Серов. Сегодня в гостях у подводника побывала наша съемочная группа. Александр Серов родом из города Буйко, Стромской области. В 1955 году был призван в армию. Служил сначала в составе балтийского экипажа в Ленинграде, затем был направлен в Кронштадт. Там молодой человек отучился на радиотелеграфиста в узле связи имени Александра Попова. Два года служил на эскадренном миноносце «Грозный» в Северодвинске, а в 23 года попал на опытную подводную лодку. После ядерных испытаний большинство экипажов кораблей было, по тем временам сокращение армии было, было отправлено в демобилизацию. А так как я был радиотелеграфистом, на флоте эта профессия дефицитная, меня оставили служить еще два года. И я попал служить, направили меня служить на первую атомную подводную лодку в городе Северодвинске, которая базировалась у стенки завода и проходила швартовые испытания. Пришлось Александру Серову освоить и профессию водолаза. Ситуации случались разные, вспоминает бывалый подводник. На судно часто приезжали высокие армейские чины. Нужно было соответствовать. В честью и правдой отслужил два года, за что был достоин ордена имени Ушакова. Внук теперь знает, что у нас дедушка участвовал. Такой внук, когда он говорит, что у нас дедушка знаменитость. Да, гордится дедушкой такой. Никогда, как говорится, не думали в этом плане, что такие героические люди живут рядом с нами. Просто узнали, что служил на подводной лодке и все. В 60-е годы Александр Серов семьей приехал в Ангарск. Молодой сибирский город стал для него второй родиной. Почти 40 лет Александр Александрович отработал на АЭХК, но до сих пор грезит морем. Родные, зная о слабости дедушки к флоту, частенько дарят ему репродукции Айвазовского. На видном месте стоит портрет отца, участника Великой Отечественной войны, погибшего в 1945 году. Традиции служения чизне сегодня Александр Серов передает своим внукам. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Местное время. В среду выходит свежий выпуск газеты «Ангарские ведомости». И сейчас коротко о главных темах номера. Читайте в свежем выпуске «Ангарские ведомости». Две трети ангарских избирателей поддержали Владимира Путина. Репортаж с выборов президента Российской Федерации. С работы не справились. Администрация растрогает договоры по уборке дорог. От жителей города поступили сотни жалоб. Когда в кранах ангарчан появится чистая вода из китайского месторождения, о возможностях его освоения рассказал директор водоканала Александр Алексеев. Интервью с интересным человеком. Чем ангарский повар Борис Пустовалов хотел накормить американского президента? И как мошенники продолжают обманывать наивных ангарчан? «Ангарские ведомости» выходят по средам теперь из телепрограммы. Сегодня отмечается Международный день счастья. Он был утвержден 6 лет назад, чтобы обратить внимание людей на удовлетворенность жизнью. Наши корреспонденты поговорили с ангарчанами и выяснили, чего же им не хватает для счастья. Чего вам не хватает для полного счастья? Денег. А сколько нужно денег для полного счастья? Ну хотя бы зарплата, чтобы нормальная была, а не такая, чтобы ниже прожиточного минимума. А нормальная в вашем понимании это сколько? Ну хотя бы тысяч пятьдесят. Здоровье. Денег. Денег. Ну чего не хватает, оценок хороших. Учителя все злые. Ну хватает, дети есть, внуки есть, жить есть, пенсия есть. Все есть, тоже, все хватает. Вообще до полного счастья, но обычно денег не хватает. А вам лично чего? Мне то же самое. Сколько нужно денег для полного счастья? Ну если так-то разобраться по минималке, хотя бы полтильник платили бы, и было бы полное счастье. Для полного счастья, чтобы очереди не было в больнице, чтобы пришел, записался и пошел к врачу. А ждать по десять дней, это мне не нравится. Да вроде все хватает. Прям все-все есть. Ну все есть. Дети есть, квартира есть, муж есть, все есть. И на этом наш выпуск завершен. Сразу после рекламы смотрите премьеру нового телепроекта «Сделано в Сибири». Мы расскажем о местных производителях и покажем, как делается продукция, не уступающая мировым стандартам. Продолжение следует...